Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Примерно 10 лет назад началось то, что сегодня уже не остановить – электромобилизация. Именно автомобиль Tesla Model S разрушил стереотип, что электромобиль – это проезду вокруг зарядной станции. Но это далеко не так, потому что у «Эски» изначально был огромный запас хода. Вот именно у этой модели 425 км. Кстати, эту Tesla компания «Вест Моторс» привезла из США по очень приятной цене. Хотите узнать, как выгодно покупать автомобили на аукционах Америки? Подписывайтесь на YouTube-канал «Вест Моторс» прямо сейчас. Там вы найдёте ответы на все вопросы и много всего интересного. Ссылочку оставил в описании. Это очень большой автомобиль. Пять метров в длину, два метра в ширину. То есть на дороге она занимает 10 квадратных метров. В её огромном салоне пять полноценных мест. Встречаются и семиместные версии. Два бустера встроены прямо в багажник. Кстати, багажник тоже огромный. А ещё это хэшбэк, в который можно грузить здоровенные вещи. Но в ветреную погоду ветер через всё это пространство задувает в салон. У одномоторных Tesla Model S самый большой передний багажник в мире. В Беларуси мы в Беларуси меряем багажник половинами кабана. И ещё у Tesla Model S самый большой в мире дисплей на передней панели – 17 дюймов. И ещё самое маленькое количество кнопок на передней панели. Одна кнопка аварийки и другая – шпионская кнопка открытия бардачка. Кстати, из-за такой огромной мультимедийной системы этот автомобиль обозвали компьютером на колёсах. Но когда распробовали этот автомобиль, то поняли, что пора перестать смеяться над электромобилями, потому что Tesla Model S ехала, едет и будет ездить и дарить непередаваемые эмоции. И чтобы объяснить, в чём тут дело, мы отправляемся на гоночный трек. Эта Model S реально непростая. Ей уже 9 лет, а пробег 135 000 км. У этой машины предельно простая комплектация. У неё тканевый салон, но есть пневмоподвеска. Владелец экономил даже на парктрониках, а об автопилоте речи вообще не идёт. Ранние S шли просто с круиз-контролем. Но эта Model S едет. Во-первых, 380 лошадиных сил на задних колёсах и мгновенные, как удары, молнии отклики на акселератор просто сводят с ума. Она выстреливает на прямях и пуляет из поворотов. Это Muscle Car, а не пятиместный хэтчбэк. Мощность S кружит голову и стимулирует продажи. У этих электричек сочетание цены мощности секунд до сотни было и остаётся лучшим. А ещё эти 10,5 квадратных метров массой, 2 тонны, очень ловко заруливают в виражи и очень азартно рулятся. Tesla Model S может не только по прямой, но и в поворотах. Машина мощно держится за асфальт и не пытается выползти наружу. Ух, старая Model S ещё на многое способна. Она очень живая как по характеру, так и по состоянию мчит, очень азартно и не просит о пощаде. Да, Model S позволяет отключить систему стабилизации и раздавать боком. Сейчас покажем, как легко и грациозно она это делает на треке, потому что крутить пятаки на парковке большого ума не надо. Ну вот смотрите, девять лет машине, как бы старушка, два человека в салоне, 50% заряжена батарея, с 6,1 до сотни, как с куста. Именно поэтому за Tesla выстраиваются очереди и даже бэушка в цене. Альтернатив у Tesla и, в частности, у Model S немного. Это уникальная машина. Ну что, пора сушить штаны и переходить к насущным темам. Сейчас мы вам расскажем, какие сюрпризы готовит Tesla Model S в процессе эксплуатации. А сейчас будем рассказывать о страшилках, которые готовит Model S. Но не беспокойтесь, их не так уж и много. Многие дорогие проблемы возникают из-за неадекватной эксплуатации, а также многие проблемы были решены инженерами в ходе модернизации. Ранние Tesla Model S, выпущенные до 2015 года, имеют неудачные дверные ручки. Да, они круто выезжают, и проблема в этом. Со временем они перестают выезжать, либо заклинивают, либо перестают открывать дверной замок. То есть, сколько за ручку не дёргай, дверь всё равно не откроется. Кстати, дёргание может тоже сломать механизм ручки. Также от воды окисляются электронные компоненты, датчики и концевики. Также отламываются их провода. Также может разломаться ответный рычаг, который перемещает ручку. На Tesla Model S, выпущенных до 2015 года, приборная панель может потухнуть сама по себе. Причина – плохое охлаждение платы. Это приводит к перегреву платы и даже её растрескиванию. С 2015 года панель уже гораздо надёжнее, но она тоже может потухнуть с основным дисплеем по уже другой причине. Для ранних Tesla был доступен опциональный люк. То есть, в полностью стеклянной крыше была сдвижная секция, механизм которой был далёк от совершенства. И в морозную погоду из-за льда он начинал подклинивать и изнашиваться. А затем он подклинивал и в тёплую погоду. Дисплей Tesla до 2018 года работает на чипе NVIDIA Tegra. Флеш-память этого чипа насолила не только многим владельцам Tesla, но также владельцам ноутбуков и планшетов с этим чипом. Дело в том, что флеш-память этого процессора не способна выдерживать большое количество перезаписей информации и умирает. Из-за этого мультимедийная система начинает глючить. Затем машина сообщает, что хранилище центрального дисплея испорчено и дисплей просто тухнет. На сегодняшний день освоен ремонт этой проблемы. Причём ремонт заключается не просто в замене флеш-памяти, а в считывании, сохранении и перезаписи информации. Потому что в противном случае машина не оживёт. Некоторые сервисы Tesla предлагают считать и сохранить информацию ещё с живой памятью, чтобы сделать процесс переноса более быстрым и безопасным. Эта проблема сохраняется на всех Tesla с процессором Tegra. На белых рынках модуль мультимедийной системы меняли по гарантии, а одна из отзывных компаний в США была простимулирована управлением безопасности дорожного движения. На ранних машинах дисплей мог пузыриться. Редкая проблема, но, скорее всего, эти дисплеи были заменены по гарантии до того, как автомобили Tesla приехали на наш рынок. Также на жаре дисплей может расцвести жёлтыми полосками по периметру. Это цветёт клей на подложке дисплея. Такая неприятность лечится облучением ультрафиолета. Ещё одна проблема – ролики на спицах рулевого колеса нередко продавливаются из-за обламывания крепления. Их приходится менять. Ну а перед тем, как мы отправимся на СТО, чтобы рассказать о других нюансах Tesla Model S, напомним, что в «АвтоСтронг» есть двухколёсный бренд «МотоСтронг». Мы сами привозим отличные мотоциклы из Европы с полным пакетом документов. Если нужен отличный байк, обращайтесь в «МотоСтронг». Все ссылочки и подробности в описании. Ну что, старая Tesla McGoat. Мы приехали из Минска в Гродно, а это на минуточку 270 км. Причём, последние 20 км мы ехали на нуле. Тесла не паниковала. Мы спокойно доехали до зарядки и заряжаемся. А мы с вами снова посещаем одну из станций самой крупной сети СТО на территории Беларуси – Solid автосервис. Сегодня это современная оборудованная станция «Автофан» город Гродно. Обязательно подписывайтесь на страницу самой сети в Instagram и автоцентр «Автофан» и следите за их предложениями. Все ссылки и подробности в описании. Tesla не славится качеством окраски и кузовными зазорами. Косяки по окраске есть даже на самых свежих автомобилях. Народная мудрость гласит, что там, где у Tesla ровные зазоры и качественная окраска без пыли в краске, значит, там она ремонтировалась. Также затяжная проблема у Tesla – это попадание влаги в задние фонари. У них просто плохо проклеены стекла. Эта проблема встречается в той или иной мере на большинстве машин. А знаете, какое решение предлагается для этой проблемы? Просверлить крохотные отверстия внизу фонарей, и через этот дренаж будет уходить влага. По-моему, с 2020 года фонари Tesla перестали наполняться водой. Передняя подвеска Model S похожа на подвеску 211 Mercedes, но взаимозаменяемых деталей нет. Ресурс подвески приличный, но неровные дороги её не щадят. В принципе, здесь нет ничего необычного, только нет неоригинальных деталей. Но в некоторых странах сервисы уже предлагают услугу по восстановлению шаровых опор и сайлентблоков. Развальные болты передних нижних рычагов установлены с завода подло, шляпками в сторону батареи. Чтобы их вынуть, надо снимать батарею. Поэтому многие срезают эти болты и устанавливают болты шляпками вперёд. Кстати, если рука набита, скинуть батарею можно за полчаса. С пневмоподвеской, которая на ранних машинах была опциональная, а затем стала штатным оснащением, проблема стандартная. Пневмостойки перестают держать давление. Машина накачивает их во время стоянки, поэтому за ночь заряд батареи может просесть на 5-7 процентов, которые уйдут на компрессор пневмы. Пневмобаллоны, кстати, восстанавливаются. На мощных версиях Model S, особенно если водитель использует машину как спорткар или болит для драгрейсинга, может износиться и даже разрушится задний редуктор. Сначала в нём начнут подвывать изношенные подшипники. Этот вой нельзя игнорировать, так как редуктор может просто развалиться. У очень агрессивных водителей на самых мощных Model S в редукторе может разрушиться даже ось сателлитов. И это повлечёт за собой поломку корпуса электромотора. Подшипники изношенные можно заменить, а вот в случае, если корпус электромотора треснул, то надо менять электромотор. Также известны случаи, когда контур охлаждения заднего мотора протекает и заливает его. Это происходит из-за бракованного сальника. Говорят, что можно мотор высушить и оживить его, если обмотка не пострадала и также не пострадали управляющие платы. Добавим, что у двух моторных Tesla, которые появились после 2016 года, не очень надёжные трипойли передних осей. Ну а здесь ничего интересного. Это тяговая батарея. Её ёмкость можно узнать у сервисменов. Как правило, потеря ёмкости у этих батарей 1-2% в год. Вот и у нашей Tesla за 10 лет потеря ёмкости 12%. А есть ли проблемы с батареей? Проблем нет. В большинстве случаев батареи и её сегменты приходится менять при физическом уроне или затоплении. Кстати, батарея полностью герметичная, поэтому просто так утопить её не получится. То есть салон намокнет, а батарея останется целой. Высоковольтная батарея полностью диагностируется вплоть до каждого из более чем 7000 элементов. При необходимости можно заменить просевшие ячейки. На Tesla Model S до 2015 года были не сильно долговечные контакты силовой батареи. По ним бегают колоссальные токи, поэтому контакты подгорают. Но батарея не отключается, а электроника просто ограничивает мощность машины. Эти проблемы свойственны для ранних самых мощных Tesla, например, для P85. Артур только что продиагностировал эту Tesla. Артур, что скажете? В ходе диагностики был обнаружен люфт нижнего рычага переднего колеса с правой стороны и люфт верхней шаровой опоры переднего колеса с левой стороны. В принципе, люфты, скажем так, еще не очень сильные, но уже требуют замены и, скажем так, более детального осмотра. Как часто к вам вообще Tesla заряжает? И с чем? В последнее время довольно часто. В принципе, люди постепенно переходят на электроавтомобили. В основном это осмотр подвески, скажем так, при передаче от одного владельца к другому. И, в принципе, осмотр тормозных колодок, осмотр пневмобаллонов, если они там есть в данной комплектации. И, в принципе, все пока что на этом. Хорошо, спасибо большое. Вот. До новых встреч. До новых встреч. Вот такая вот старушка Tesla еще жива и на многое способна. Проблем немного, но что с самое главное на сегодняшний день они все решаемы. Если вы хотите, чтобы мы делали вот такие подробные обзоры, нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М». «АвтоСтронг-М».